В той или Карелии мы живем, какой ее видит правительство республики? Этим вопросом задались некоторые депутаты законодательного собрания после доклада Андрея Нелидова о работе исполнительной власти за 2011 год. Это был первый полный отчетный период для губернаторской команды, поэтому интерес к докладу был весьма высок. Зал был полон. У всех желающих, имеющих доступ к сети интернет, была возможность посмотреть прямую трансляцию с этого заседания. Для тех же, кто пропустил зрелище, актуальный Блиц покажет фрагменты выступления губернатора, чтобы каждый мог составить свое мнение. Начал Андрей Нелидов с того, что год выдался непростым, и прорывом его итоги назвать нельзя. Но данные, которые начал приводить губернатор, почему-то настраивали на позитивный лад. Увеличился объем инвестиций, внешнеторговый оборот, ввод жилья, выросла средняя заработная плата работающих, активизировался потребительский спрос, улучшились финансовые показатели работы организаций, что в свою очередь привело к повышению доходов бюджета. За счет роста доходных источников выполнены взятые социальные обязательства. Так, расходы на социальную политику составили 72% от общей суммы расходов консолидированного бюджета Республики Карелия. По сравнению с 2010 годом, эти расходы увеличились более чем на 4 миллиарда рублей. Я бы хотел остановиться на этой цифре, чтобы мы понимали, как мы живем. 72% всех расходов бюджета – это расходы на социальную политику. По этому показателю Республика Карелия, безусловно, в лидерах, не знаю, на первом месте или на третьем, по всей Российской Федерации. Цифра эта хорошая, но она и определяет, скажем так, направленность развития. Мы в большей степени доходы бюджета тратим на социальную политику, и тем самым можем себе в меньшей степени позволить развитие иных каких-то программ и так далее. Бюджет 2011 можно назвать социально направленным. Все-таки 72% на эти цели – цифра внушительная. В минувшем году началась реализация республиканской программы модернизации здравоохранения с объемом финансирования почти полтора миллиарда рублей. Были завершены работы по капитальному ремонту на 65 объектах в 25 учреждениях. Проведены текущие ремонты на 12 объектах в 10 учреждениях здравоохранения. Поставлено 553 единицы медицинского оборудования автомобильной скорой медицинской помощи. По оценке российского Минздрава, по модернизации здравоохранения Карелия вошла в число 15 лучших субъектов Российской Федерации. Наблюдался в прошлом году и рост заработной платы. Вот такие показатели привел губернатор. За год дважды индексировалась оплата труда работников в бюджетной сфере. Кроме того, с 1 сентября 2011 года на 30% проиндексирована оплата труда педагогических работников. Таким образом, средняя заработная плата учителей поэтапно приближается к уровню средней по экономике, и ее прирост к уровню 2010 года составил 38%. С 1 октября 2011 года введена ежемесячная доплата воспитателям дошкольных учреждений в сумме 1 тысяча рублей. Рост заработной платы врачей и медицинского персонала в рамках программы медернизации здравоохранения составил от 16 до 33%. В целом, по республике, среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за 2011 год составила 22 300 рублей, что на 11% выше уровня 2010 года. Был в прошлом году и рост экономики, особенно по части привлечения инвестиций. В 2011 году в Карелии объем инвестиций в основной капитал вырос на четверть к уровню 2010 года, почти до 30 миллиардов рублей, что превышает уровень докризисного 2008 года. При этом объем инвестиций на душу населения увеличился с 35,3 до 46,3 тысяч рублей. Вот о чем говорит эта цифра инвестиций в основной капитал. Она, на самом деле, для меня кажется очень важной. Предприниматель, бизнесмен, который занимается бизнесом на территории республики в Российской Федерации, получая прибыль, имеет всегда несколько вариантов ее использования. Первый вариант – это зарезервировать полученную прибыль на счетах банков, российских, зарубежных, иных каких-то. Второй – потратить на себя любимого. А третий – вложить в собственное производство. Вот от того, насколько он уверен в том, что завтрашний день у него стабилен, он и принимает либо первое, либо второе, либо третье решение. И когда у нас с вами инвестиции в основной капитал возросли на треть, на 30%, это говорит о том, что в среднем, показатель, бизнес сориентирован на то, чтобы развиваться здесь, а не прятать деньги в банке и тратить их сиюминутно. Из крупных федеральных программ губернатор отметил попадание Пудожского района в проект по развитию моногородов. Правда, произошло это уже в 2012 году. На данный момент в программу развития моногородов включен уже один проект, и это произошло совсем недавно. На последней встрече с министром регионального развития Басардиным было принято решение, проект Пудожский кластер, который раньше назывался Пудожская ривьера, включен в приоритетные проекты Российской Федерации и включен в программу «Моногорода». Это очень важный показатель. Не много проектов республиканских, которые на сегодняшний день прошли такую апробацию. Мы прошли в этой ситуации и уже получили на руки решение. Из реальных секторов экономики. Горно-промышленный комплекс демонстрировал успехи. В лесной отрасли снизилось количество убыточных предприятий, и налоговые поступления от лесозаготовителей выросли на 20%, до отметки в 200 миллионов рублей. Также порадовали и строители, особенно по части ввода жилья. Правда, объемы выросли не на 50%, как прозвучало на памятной всем встрече с Владимиром Путиным, а на четверть. Ввод жилья на 25% превысил объем 2010 года и составил 179 тысяч квадратных метров. Это лучший результат за последние 16 лет. При этом индивидуальными застройщиками построено жилых домов на 43,6% больше, чем в предыдущем году. В отличие от предыдущих лет, жилье строили не только в столице Карелии, но около 40% ввода новых жилых домов пришлось на районы республики. В рамках долгосрочной целевой программы жилища значительно увеличилось количество молодых семей, получивших государственную поддержку. Социальные выплаты предоставлены 102 семьям на сумму 70,3 миллиона рублей. Объем выданных ипотечных кредитов на 29% превысил уровень 2010 года, на третий. Также к заслугам правительства губернатор причислил сдерживание роста тарифов на ЖКХ и относительно спокойный отопительный сезон. Острые проблемы, возникшие в ряде районов республики, в связи с недостаточным запасом топлива, решались правительством в оперативном порядке. Принимались соответствующие меры, в том числе и кадровые решения. Вы все это прекрасно видели. Была оказана финансовая поддержка теплооснабжающим организациям в объеме около 180 миллионов рублей на частичную компенсацию расходов в связи с превышением регулируемой стоимости жидкого топлива. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что большим запросом у населения был рост тарифов на ЖКХ, на отопление и так далее. Впервые мы удержали, скажем так, эти тарифы. Впервые за последние 10 лет, два года, республика прошла два отопительных сезона без крупных катастроф или аварий, связанных с размирзанием стояков, замораживанием домов и так далее. Но и в целом для бюджета республики 2011 год был позитивным. Так, доходы бюджета республики Карелия по сравнению с 2010 годом выросли на 2,7 миллиарда рублей или на 11% и составили 27,6 миллиарда рублей. В том числе налоговые платежи увеличились на 23%, до 16,3 миллиарда рублей. За счет мероприятий по увеличению доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет республики в 2011 году дополнительно поступило более 1,6 миллиарда рублей. Поставленная правительством республики задача по последовательному сокращению дефицита бюджета выполнена в полном объеме. Дефицит бюджета по итогам 2011 года сокращен до 47 миллионов рублей, что составляет менее 1% от собственных доходов. Из проблем губернатор отметил транспортную, а именно состояние автомобильных дорог. После доклада создалось ощущение, что живем мы в Карелии весьма неплохо. Но депутаты, выслушав все это, так и не определились с вариантом своей резолюции. В первом говорилось, что парламентарии не удовлетворены экономическим состоянием региона. Другой предлагал принять отчет главы республики к сведению. Но ни один из них не был принят. Очень приятно было сегодня слушать Андрея Витальевича. Было ощущение, что вот та Карелия, которую я объехала в момент выборов, она все-таки, наверное, другая Карелия. Некая страна чудес, сегодня про которую нам рассказали. И, как сказал Дак Хирохита, она столь же прекрасна и мудра, сколь наивна. Мы давно не получали такого документа с таким количеством опечаток и грамматических ошибок. Я надеюсь, что все-таки это ненамеренное введение в конфуз главы республики, членами правительства, которые здесь присутствуют. А может быть, министры не ожидали, как они каждый раз нам об этом говорят, что депутаты будут читать такой серьезный документ. Я считаю, что ситуация в ЖКХ, она не освещена действительно самокритично. То есть в эту зиму люди мерзли. В докладе написано, у нас все в штатном режиме проходит. Ну, давайте честно признаемся, не было штатного режима, были ЧП. И вот таких моментов много, поэтому получилось так, что фактически отчет завис. То есть не приняли просто к сведению, как это обычно принималось, но и не прошел проект, где жестко ставились оценки какие-то. Что будет дальше? Сейчас все равно создана рабочая группа и на следующее заседание ЗС вопрос будет вынесен. Мы, вот фракция КПРФ, я думаю, мы сейчас уже готовим свое предложение. То есть, а, принять к сведению, и б, четко указать на губернатору, на болевые точки, там, сельское хозяйство, ЖКХ, ситуация в районах, особенно северных, с тем, чтобы вот через определенное время вот эти проблемы нам бы отчитали, что решили, какие решения приняты, как они начали решаться, вот эти проблемы. Удовлетворил отчет главы, как обычно, фракцию «Единой России». По крайней мере, так было понятно из выступления ее руководителя Ольги Шмаенник. Она отметила, что партийные наказы были реализованы, обозначила приоритеты на этот год и обещала поддержку. Мы уверены, что деятельность правительства должна быть направлена на улучшение качества жизни наших граждан. И приоритетами в этой работе на 2012 год, по мнению нашей фракции, должны стать следующие. Создание новых рабочих мест, обеспечение достойной заработной платы, строительство доступного жилья, в том числе и социального, улучшение качества здравоохранения и образования. И на поддержку нашей фракции, Андрея Витальевича, правительство, вы всегда можете рассчитывать. Доклад губернатора и его обсуждение длилось около четырех часов. И история эта продолжится на следующей сессии. Все-таки депутатам нужно принять хоть какое-то решение по итогам отчета. И определиться, живем ли мы в Карелии, которая существует на правительственных бумагах, или в какой-то другой. Это был Актуальный Блиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова